Привет, ты на канале Рейбл. Уже прошло чуть более двух недель с момента выпуска Unity 2020.1, и хочу поделиться сколько всего интересного подготовили нам разработчики. Я расскажу про самые масштабные изменения, а ты уже решишь, лучше остаться на LTS версии 2019 или стоит обновиться. Поехали! И начну с инструментов для художника и дизайнера. Скелетная 2D анимация получила до 20% прибавки к производительности с использованием пакетов Burst Compile and Collections. В них применяются низкоуровневые массивы для ускорения обработки деформации спрайтов. Для SpriteShape добавили новую функцию растянуть. С ней можно гибко управлять спрайтами и создавать геометрию без дополнительных настроек. Комфортно, быстро и экономит время. Думаю, ты со мной согласен. Инструменты управления 2D спрайтами, которые были добавлены версию 2019.3, можно уже использовать в проектах. Только посмотри на сцену Lost Crap. Здесь показаны многие инструменты, которые впечатляют своей простотой и конечным результатом. Можешь сам посмотреть эту сцену, которая доступна в Unity Asset Store. А в описании можешь перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с инструментами и скачать эту сцену. Стабильностью порадует 2D физика. Разработчики уверяют, что улучшение для rigidbody Position Constraint делает физику устойчивее к нагрузкам. Также можно понаблюдать за более плавными спецэффектами и физикой в целом, с помощью покадровой автосимуляции. Она позволяет физике обновляться с той же скоростью, что и цикл рендеринга. А сделать непрерывную поверхность с другими коллайдерами можно с Age Collider. Он позволяет практичнее управлять начальными и конечными точками. Проект на видео доступен на GitHub, ссылка в описании. Cinemachine получила статус Verified версии 2.5. Она позволяет создавать поведение камеры в режиме реального времени. Сделать камеру более восприимчивой к окружающей среде и возможностью отслеживать два объекта с помощью одной камеры. Улучшение анимации затронули как минимум две части. Это скелетная анимация и предварительный пакет кинематика. По скелетной анимации это двунаправленная передача движения, на английском By Directional Motion Transfer. Она помогает сделать Transfer Motion to Constrain и наоборот, при этом сохраняя плавность анимации и делая ее реалистичной. А кинематика доступна как превью пакет. Сами разработчики говорят, что это система анимации персонажей следующего поколения, основана на Motion Matching. Система и правда выглядит очень круто. Посмотрим как она будет развиваться и дальше. Переходим к инструментам для программистов. А начнем с профайлера. В него добавили много крутых фишек. Одна из самых ярких это детальная статистика и анализ многопоточных задач. А окно профайлер можно запустить в режиме Standalone. Это уменьшает нагрузку на редактор и можно увидеть более чистые данные при тестах. Visual Studio становится пакетом Unity с новым функционалом и улучшениями, что делает его запуск быстрее. Кроме этого, позитивным моментом есть то, что не нужно тратить время на отдельную установку, а только запустить ее из Package Manager. Новый Workflow в откладке C Sharp. Этот процесс позволяет работать в режиме Realize Mode и оптимизировать код, что улучшает производительность кода в режиме Play Mode. Улучшена поддержка сериализации полей generic типов. Раньше, если у вас был generic тип вот такой и необходимо было сделать поле с этим типом, то нужно было определить его как Non-Generic подкласс. Вот так вот. Теперь такого ограничения нет, можно напрямую указывать generic тип. Доступен Bers Compile 1.3. Он добавляет собственные возможности отладки, среди других улучшений. Если разбираешься в этой теме, поделись опытом в комментариях. Следующая часть про обновление редактора и рабочих процессов. Редактировать Prefab стало удобнее. Открытие его происходит в самой сцене, что уже круто, так как сразу видно как именно он будет смотреться при изменении его параметров. По умолчанию контекст будет выставлен как серый, что вполне комфортно для работы. Также есть варианты Normal и Hidden. Это уже зависит от твоей цели редактирования. Если добавлять объекты в Prefab, то они уже будут добавляться и во все другие Prefab, так как они все зависимы между собой, что вполне логично и удобно. При редактировании Prefab параметры позиции вращения будут заблокированы и недоступны для изменений, так как эти параметры являются универсальными для каждой копии Prefab в сцене. Или проще говоря, каждый из них позиционируется в глобальных координатах, поэтому у каждого свои значения вращения и позиции. Чтобы иметь возможность редактировать эти значения, то нужно открыть Prefab в одиночном режиме, как это было ранее. Обновленный менеджер пакетов стал более приятный внешне. Обновленный дизайн, новая иконка графия, четко видно различия между состояниями пакетов. Для продвинутых пользователей добавили классную опцию. Можно установить в свой проект пользовательские пакеты с поддержкой аутентификации для npm-scoped-реестров и пакетов-гид в подпапках репозитория. Поддержка Chromium Editor Framework была удалена. Объяснили это тем, что он не относится к современным стандартам. Сделали реорганизацию окна службы и удалили просмотр ассетов из редактора, потому что он зависел как раз от этого фреймворка. Загрузка ассетов теперь происходит напрямую через Unity Asset Store с дальнейшим импортом через менеджер пакетов. Добавили несколько улучшений в окно импорта, чтобы делать импорт пользовательских свойств для объекта с новыми настройками преобразования осей. Достаточно нажать галочку Bake Axis Conversions. Ассет Import Pipeline второй версии является по умолчанию в Unity 2020. Часть из обновлений это мониторинг каталогов Windows для быстрого обновления ассетов. Для macOS пока недоступно, говорят что это будут следующие версии. А также поддержка файлов размером более 2 гигабайт. Помнишь этот замочек в инспекторе? Теперь его можно забыть или хотя бы пользоваться им реже. Достаточно нажать правой кнопкой мыши на нужном объекте и выбрать пункт настройки. Так можно редактировать параметры выбранного объекта в отдельном окне. То же самое касается и любых других компонентов этого объекта. В окне фоновых задач теперь можно следить за подзадачами и фильтровать их по статусу. Удобно изучать глобальный прогресс. В целом нововведения намного комфортнее. Пока в этом окне будут отображаться не все задачи, потому в будущих обновлениях должны их добавить. Unity Accelerator появился еще в 2019 году. И если кратко, то отвечает за работу над проектом вместе с командой. В версии 2020 добавили панель администратора, которая помогает настраивать все инструменты для требований команды и оценить работоспособность. Также просматривать журналы и метрики. Переходим к обновлениям для платформ. А начнем с новой системы ввода. Она была разработана в течение 2019 года и в итоге должна заменить предыдущую. Она обладает совместимостью с UE, множеством методов реализации кода, генерации скриптов в C Sharp, API и т.д. Про это можно долго говорить, если интересно детальнее пиши в комментариях. Я сделаю отдельное видео. С переходом на новый плагин XR создан workflow для включения AR и VR в вашем проекте. В версии 2020 упрощен UI пользователя, что ускорит настройку проекта. Добавлен симулятор девайсов, который позволяет тестировать свое приложение в любом виртуальном устройстве не выходя из редактора. Такое счастье появилось еще в 2019.3 и теперь получило обновление с увышенным UX. Можно искать и фильтровать список устройств, ходилаз, челка или другие элементы тела телефона. Твое приложение будет смотреться приятно и комфортно для использования. Все, кто имеет мониторы с поддержкой HDR, могут использовать его на максимум. Эти изменения поддерживают DirectX 12 и Metal. Представлен новый API, который позволяет разработчикам переписывать дефолтный алгоритм Tone Mapping. Это доступно не только для ПК, но и для PlayStation 4 и Xbox One. Последняя часть про обновление в графике. А начнем с камеры стекинг в Universal Render Pipeline. Она необходима для отображения каких-то объектов вне видимости основной камеры и вывести наложение всех используемых камер. Например, вывести изображение 3D модели в 2D интерфейсе. Такое в стандартном рендере уже есть давно, вот его и заточили под URP. Настройки освещения вынесли как отдельный ассет, что позволяет вносить изменения в освещение сразу в нескольких сценах, или просто копировать его из одной сцены в другую. Также эти настройки теперь не хранятся в самом файле сцены, а являются отдельным файлом проекта. Улучшения затронули и LightMapper. Стало больше сэмплов, было 100 тысяч, стало 1 миллиард. Это круто для архитектурных визуализаций, где сложные условия освещения могут привести к шумным результатам. Добавили оптимизацию вычисления длины луча с заданным количеством отскоков. Новая оптимизация с именем «Русская рулетка», которая учитывает насколько важны лучи в глобальном освещении. Когда луч падает на темную поверхность, становится больше вероятность его завершения. Тем самым весь расчет занимает меньше времени. Добавили поддержку файлов куки для LightMapper. Куки для LightMapper – это карты, которые применялись к источникам света для моделирования освещения с неравномерным распределением яркости. Это улучшает реалистичность. Ранее куки были только для источников света в реальном времени, а теперь поддерживают файлы для CPU и GPU LightMapper. Такая поддержка будет классной основой для AIS-источников, что позитивно отразится на архитектурных проектах в сторону скорости и качества. Ray Tracing на стадии превью, и находиться в ней будет еще явно долго. В 2020 версии добавили поддержку компонента Skinning Mesh Renderer. Больше информации про Ray Tracing по ссылке в описании. Потоковое виртуальное текстурирование – функция, которая помогает уменьшить использование памяти GPU и время на загрузку высококачественных текстур за счет разбиения текстуры на части и загружая их постепенно. Это поддерживается в High Definition Render Pipeline и можно использовать в Shader Graph. А на этом у меня все. Информации получилось много, но зато теперь ты знаешь больше про новую версию. Если хочешь узнать все детальнее – смотри описание. Там для тебя подобрано много полезного. А если было интересно, тогда с тебя лайк и подписка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok